так продолжаем работать на наши силиконовой формы слабые места которые остались у нас не закрыты это нос или клюв это уши с одной и с другой стороны стороны не видно вы да и еще вот в этом месте лапы сейчас наносим слой силиконовый и также армируем марлей поехали об этом я как раз и говорю что бывает такая ситуация что не с первого раза вы сможете про армирует всю вашу форму силиконовую ничего страшного наносим а силиконовую поверхность армирует будем только слабые места а а Субтитры сделал DimaTorzok как сделать силиконовую форму не рассказывал уже на своем канале можете часть информации взять оттуда здесь в основном даже больше наверное видео посвящено не тому как наносить силиконовый слой а именно нюансом который позволяет ускорить процесс создания силиконовой форм большинство времени я рукой закрывая на весь объектив то есть все что я делаю здесь больше информации на слух надо воспринимать потому что это опыт и здесь я опытом с вами делюсь который к вам безусловно придет но со временем зачем тратить на это время когда можно воспользоваться уже готовы сейчас сразу про армируем пока силикон не бежал с вертикальных поверхностей поэтому армируем прямо сейчас не ждем так на слабое место это клюв ну чтобы у вас тоже при армировании марли вложилась именно таким образом чтобы она вся промокла обязательно так уж и края ушах острые силикон оттуда скатывается марли не позволит ему скатиться с поверхности нашей модели слой в этом месте будет расти быстрее силикон будем экономить когда эти места не армируем примеру то общая толщина силиконовой формы растет здесь остается по-прежнему тонко и чтобы здесь силиконовый слой нашей формы вырос приходится общую толщину увеличивать силиконовой формы это уже ведет к лишнему перерасходу силикона раз времени два ну и в третьих не всегда толстый силиконовой формы удается легко расформовать то есть тоненький силиконовой формы допустим 5 миллиметров толщину они более эластичные гибкие позволяют работать более так скажем гибко расформовать процесс достаточно легкий а когда у вас толще толстая силиконовая форма при расформовке могут быть такие моменты как вы что-то отломали вашей отливки ну что все еще 10 положим масочку основанию миру на таких вот поднутрениях советую быть особенно или предельно внимательным потому что между вашей марлей которую вы сейчас вкладываете и самой поверхностью силиконовой формы или силиконовым слоем предыдущим может оставаться воздух который вы можете не заметить то есть там будет пустота соответственно в том месте силиконовая ваша форма быстрее износится то есть в общий слой будет меньше в общем так вот все все что надо было про армировали теперь нам необходимо будет последующими слоями просто это все дело перекрывать перекрываем когда слой нас устраивает марля перестает торчать на поверхность поверхности силикона становится гладенькая блестящая переворачиваем нашу форму модель или опалубку и будем наносить на вот этот слой на вот эту сторону силикон но это я тоже покажу пока что это все ждем высыхания силикона